Рокфеллоу ждут перемены. Трава уже закрыта. Мы только что провели очень-очень длинную встречу. Так что эту зиму доживаем как есть. Ну, в любимом месте, скажем так. Будем побухивать, отдыхать. А потом будет легкое обновление. Поэтому, Вася, не переключайтесь. Так это Ладно, то такое. Налепил вам какой-то хуйни. Неважно. Только что был на еще одной встрече. Очень познакомился с таким классным чуваком. Для будущего проекта одного моего хочу его переманить. Жирный чувак вообще офигенный. Но опять вы видите, я не могу сказать вам нихуя. Ладно, давайте скажу то, что могу. Я сейчас еду в Чепа Рейсинг. А, нет, сначала к чуваку по военкомату. Мне же надо выписаться, вписаться. Блядь, это вообще отдельная история. Как только закончу, кстати, всем, кто у меня спрашивал, там, блядь, сообщений миллион, миллион, блядь. Я расскажу, как мы разрулили эту ситуацию, как только ее разрулю. А сейчас еду в Чепа Рейсинг, посмотреть, что там двойка. Мы определимся сейчас по двигателю. Что-то будем заказывать. Ну, в общем, есть у нас процедура, скажем так. Поэтому настроение после вот этих всех встреч улучшается, улучшается. Независимо от погоды, от того, что побаливает башка. Не хочу сказать, что я такой пердун, у меня мигрень. Просто побаливает башка. Может, потому что вчера три коронки выпил. Теперь, оказывается, раз в пять лет надо ходить постоянно в военкомат. Не как раньше там написали бумагу и ссебался. Вот у меня есть там бумажка 36-го года. А она уже не канает, представляете? Вот тут движение происходит страшное, посмотрите. Уф. Витек подбирает себе музычку, да, под сварку? Все. Все, Алексей, пока. Береги ее, пожалуйста. Посмотри, как все красиво. Все протерли, все. Береги. Пока, парни. Пока, парни. Ну, это уже почти дрифт, сынок. А ну еще. Давай, вправо там. Ага, вот так. Ха-ха-ха-ха.